Я взяла с собой в поездку в Нью-Йорк. Итак, давайте начнем с сумок. Я взяла самый универсальный, ну просто для того, чтобы подходили подо все. Итак, главной звездой этой поездки будет вот такая вот молочная Гуччи, ну просто потому, что у нее длинный ремешок, и ее очень удобно носить и освободить вот так вот руки. Да, именно вот так, подняв руки, я и хожу по улицам Нью-Йорка. Далее, для того, чтобы добавить немножко настроения леди, я взяла вот эту вот сумочку Dior Седло. Вы ее уже миллион раз видели в моих видео, но потому вы ее и видели. И для такого более спортивного стиля я, конечно же, взяла нейлоновую Prada. Еще я взяла с собой три пары очков. Первые вот такие вот, как будто бы из нулевых. Следующие очки а-ля немножко такая Ким Кардашья на образца 2016 года. Ну и третьи очки, это, наверное, больше про гламур и про Paris Hilton на образца 2006. Еще я взяла с собой молочный ремень Yves Saint Laurent. Ну а черный ремень я просто забыла. Кайф! Сейчас внимание очень-очень аккуратно, потому что вот так вот на пакетике я вам несу свои украшения. Да, у меня и люкс-украшения в том числе хранятся вот так вот на пакетике. Ну а что, жизнь такая! Даже если ты сережки Chanel, то ты все равно не застрахована от того, чтобы храниться на пакетике. Да, у меня только что что-то упало. Ничего страшного, это было кольцо. Еще я беру всегда с собой много базовых топов. Если мне нравятся вещи, я беру ее во всех цветах. Еще я всегда беру с собой такие базовые майки со встроенным бра. Мне кажется, это безумно так удобно, девчонки, вы понимаете. Ну и просто Мартиша Адамс во мне, конечно же, всегда берет с собой черные топы, футболки, черную водолазку, черные джинсы и черные кожаные брюки. Вот вообще ни разу не угадаете, какой у меня любимый цвет. И нет, я не шутила, вы реально не угадаете, потому что я как Хана Монтана живу две жизни, и помимо черного я обожаю белые. Любимый спортивный костюм, в котором я, собственно, и прилетела. Белая мужская рубашка, потому что, ну, без нее никак, и в идеале бы, конечно, ее не мешало погладить. Белая футболка из мужского гардероба, и по ней тоже где-то плачет один утюг. Ну и такой вот лэйди-жакет, потому что если я даже надену его со спортивками, я реально буду как какая-то принцесса. Принцесса Манхэттена. Звуки Нью-Йорка. Прекрасно. И все-таки я круче Ханы Монтаны, потому что я живу не две, а три жизни. Внимание, сектор бежевый цвет. Мало того, что вы видите его на мне, я взяла еще вот такое вот боди. Да, оно висит у меня шиворот на выворот, для того, чтобы не растягивалась логика. Еще я взяла с собой такой вот костюм, здесь рубашка, и брюки тоже видели миллион раз. Конечно, я взяла с собой теплый свитер, потому что ну мало ли будет не 26, а 25 градусов, я ж тут замерзну. Еще одни брюки, и главный их плюс в том, что их не надо гладить. Рубрика щенячьей одежды, потому что я взяла еще вот такой вот топ. Я же ехала в 26 градусов, как же без шерстяного пальто, супер логично. Еще не могла не взять с собой вот эту вот клетчатую рубашку, ну потому что, мне кажется, она очень такая нью-йоркская. Ну и, конечно, яркий кардиган, потому что, ну, задолбалась. Меня только что хотели убрать в номере, хотя я нахожусь тут всего пару часов. Короче, вот такой вот у меня базовый фэшн-набор в Нью-Йорк. Но что-то мне подсказывает, что обилие магазинов рядом со мной закончится плохо для моего кошелька.